В Московском районе Марьино идет работа над проектом храмового комплекса в честь святых жен Мироносец. Это будет первый храм в Москве, посвященный этим удивительным женщинам. Строительство комплекса очень актуально. Широкий резонанс в обществе получила тема абортов. Церковь все громче и активнее выступает в защиту каждой зарождающейся человеческой жизни, предостерегая от сладь это убийство будущих отцов и матерей. И пример святых жен Мироносец может вдохновить многих на совершение своего малого жизненного подвига. Материал Галины Ледвиной. История храма в честь святых жен Мироносец, возведенного в Дюссельдорфском парке в районе Марьино, началась чуть больше трех лет назад. В 2015 году маленькая церковь, а скорее даже часовинка из бруса была освящена. И сегодня она единственная с таким посвящением в Москве. Жены Мироносецы это те самые женщины, которые из любви к Спасителю принимали его в своих домах, а позже последовали за ним к месту распятия, на Голгофу. Они стали свидетельницами крестных страданий Христа, поспешили ко гробу Господню, чтобы помазать тело Иисуса миром, и первыми узнали, что Христос воскрес. Во все века на Руси для многих женщин они были таким живым примером, примером жизни, примером веры в Господа и примером жертвенного служения. Потому что без этого, наверное, невозможно говорить не о женском счастье, невозможно говорить о семейном счастье. По словам отца Михаила, сейчас на приходе работают над проектом храмового комплекса. Построен он будет здесь же, у часовни. Один из пределов Большого храма будет освящен в честь убитых Иродом вифлеемских младенцев. В нем будет обустроена особая часовня, в которой уединенно смогут помолиться те, кто был причастен к прерыванию беременности. Там будет икона, икона святых мучеников, младенцев в вифлееме убитых. Планируем, что там будет частичка мощей одного из мучеников, для того, чтобы женщина смогла прийти и помолиться вот так вот отдельно, может быть, поплакать там, может быть, попросить у Господа прощения и сил жить дальше. Может быть, она придет туда со своим мужем, который тоже чувствует свою вину в этом. Посвящение храма женам-мироносицам определило направление деятельности прихода. В основе – жертвенное служение близким. При храме работают с детьми, помогают одиноким и пожилым людям, оказывают консультативную и материальную помощь женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Строительство храмового комплекса позволит открыть центр социальной помощи беременным – дом мамы. Разные бывают ситуации, когда чисто материальные трудности порой толкают женщину к совершению аборта. И мы, как раз организуя такой центр, хотим деятельным образом помогать таким женщинам. Конечно, это очень непростая проблема, которая требует такого разностороннего подхода. Но главная идея, чтобы в этот критический момент, когда решается судьба будущего ребенка, помочь такой женщине, поддержать ее. На месте будущего большого храма планируют осветить закладной камень. Это событие состоится в День святых жен-мироносиц 22 апреля при участии женского патриотического общества. Последним председателем женского православного патриотического общества была Александра Федоровна Романова. И в этом году также будет столетие со дня ее мученической кончины. Поддержкой строительства и деятельности прихода занимается открытый для этих целей фонд «Во имя святых жен-мироносиц». Поддержать уникальный проект можем все мы. Реквизиты и вся информация размещены на сайте храма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok